Несколько лет назад Маша Петрова переехала на Крит. Теперь в своем инстаграме развеивает мифы современной Греции. Оказывается, на родине богов дети обязаны посещать садики. Правда, в полдень госучреждения закрываются. Завтраки и обеды не предусмотрены. Еду приходится носить с собой. Я даю сыну с собой в основном бутерброды. Я делаю в бутерброднице колбасу-сыр. Еще даю йогурты и фрукты. Но родители дают то, во что гораст. Нередко бывает, что просто намазывают хлеб, нутелла и все. А если ребенок остается, например, до 4 часов, то нужно давать с собой еще один контейнер, который можно разогревать. А вот в Индонезии государственных садиков нет вообще. В частные ходят дети разных возрастов и национальностей. Причем в сончас на Бали спать не обязательно. Но это еще не все особенности. Больше всего русских мам почему-то шокирует часто то, что в садиках в основном кафельный пол. Но здесь это не страшно, потому что средняя температура у нас где-то 27 градусов плюс. Поэтому вариантов простудиться нет. Если говорить про простудиться, тоже еще одно отличие. Температура где-то до 38. Сопли, кашель, поводом не ходить в садик не считаются. В Канаде тоже детские сады, только частные. Располагаются они обычно в подвальных помещениях. Во время сончаса малыши не раздеваются и не снимают обувь. Это меры безопасности. В случае пожара дети смогут сразу выбежать на улицу. Кстати, воспитатели в Канаде с пеленок приучают ребят к самостоятельности. Здесь полно идет ответственность на детей. То есть как они оделись, как они обулись. Они могут абсолютно поменять ботиночки местами. Левый направо, правый налево одеть. Шапку задом наперед, куртку где-то застегнули, не застегнули. И в таком виде они спокойно идут на улицу гуляют. То есть воспитатели не бегут сразу, чтобы все поправлять, переодевать, еще что-то как-то. Но один раз, если ребенок обморозится или еще что-то произойдет, намочится, он будет знать, что застегивать куртку надо, шапку поправлять надо. А так выглядит детский сад на Аляске. Кровати нет, малыши спят на полу. За опоздание родителей штрафуют. Причем совсем не по-детски. Минута опоздания стоит 3 доллара, а это примерно 225 рублей. Поэтому малышей на Аляске обычно забирают вовремя. Продолжение следует...